Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Маша и я носитель русского языка. Сегодня мы поговорим с вами о базовом разговоре на русском, как поздороваться и уточнить имя, но в двух разных случаях в формальном и в обычном в жизни с друзьями. Это совершенно два разных разговора в русском языке. Это очень важно различать. Ну что, поскорее начнём? Я начинаю, а вы проверяйте, поставили лайк. Знакомство в официальных случаях. Зачастую вы не знаете человека и хотите познакомиться с ним, но случай официальный. Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Это слово мы используем только в официальных случаях. Скорее всего, вы его уже знаете. Поэтому продолжим дальше. Добрый день! В зависимости от времени суток мы можем сказать доброе утро, добрый день и добрый вечер. И используется именно эта фраза как в официальных, так и в неформальных случаях. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Как я могу к вам обращаться? Моё имя Мария. А вас как зовут? Здесь вы спрашиваете имя человека. Как я могу вас называть? Вы можете спросить, как вас зовут, если короче. Но обязательно слово вас. Но обязательно слово вас. Мы обращаемся на вы, потому что случай официальный. Как я могу к вам обращаться? Моё имя Мария. А вас как зовут? Можете назвать меня Ирина Сергеевна. Вы заметили, что я назвала имя и отчество, потому что это формальный случай. Но вы можете представиться так же просто полным именем. И это тоже будет казаться очень официально. А короткое имя, например, Маша или Ира мы используем в неофициальных случаях, в неформальных. Добрый день. Здравствуйте. Как я могу к вам обращаться? Моё имя Мария. А вас как зовут? Можете назвать меня Ирина Сергеевна. Приятно познакомиться. Мне тоже спасибо. Спасибо. И ещё важный момент. Даже если вы хорошо знаете человека, но он старше вас и случай очень официальный, например, работа с документами просто на работе, тогда вы используете имя и отчество. Даже если вы знаете этого человека. Это важно. Особенно если он старше вас. И разница, разница в возрасте большая. Предположим, мне двадцать, а вам сорок. Я к вам уже буду обращаться по имени и отчеству. Теперь посмотрим, например, в неформальной обстановке с друзьями, знакомыми. Но, предположим, это первая встреча. Первое знакомство в неформальной обстановке. Привет. Привет. Как дела? Обратите внимание, что привет мы используем только в неформальных случаях. Только в неформальных случаях. Никогда не говорите привет в официальных. В официальных мы говорим здравствуйте. Привет только с друзьями, со знакомыми или в неформальной обстановке. Привет. Привет. Как дела? Хорошо, спасибо. А ты как? Да тоже неплохо. Да тоже неплохо. Отличная фраза. Итак, ваши дела могут быть хорошо или плохо. Хорошо, всё отлично, всё супер. Плохо, есть проблемы, всё не очень. Как бы отлично и так далее. А неплохо находится по центру, но чуть-чуть ближе к плохо. То есть это где-то чуть ближе к плохо. И обычно человек так говорит, когда у него вроде всё хорошо, но есть какие-то проблемы. Поэтому будет вежливые. Поэтому будет вежливым переспросить. А у тебя точно всё хорошо? И человек ответит. Да, всё хорошо. Или нет, у меня проблемы. Как твоё имя? Маша, а тебя как зовут? Ира. Супер, приятно познакомиться. Мне тоже. Вы заметили, что я использовала короткое имя. Маша. А в первом примере я говорила полное имя, но без отчество. Что в формальных случаях нормально. И ещё интересный момент, который вы, наверное, заметили. Если нет, я расскажу. В формальных случаях мы обычно не спрашиваем, как дела. Потому что вы ещё не знаете человека. Так и случай ещё формальный. Но в неформальном случае обстановка более благоприятная. Поэтому вы можете спросить сразу, как дела. Привет. Привет, как дела? Хорошо, спасибо. А ты как? Да тоже неплохо. Как твоё имя? Маша, а тебя как зовут? Ира. Супер, приятно познакомиться. Мне тоже. Как мы видим, официальный диалог и неформальный очень сильно различаются. Поэтому вам важно помнить, какие фразы когда использовать. Для этого постарайтесь записывать неизвестные вам слова и в каком случае, какие фразы использовать. Это правда вам поможет. Знакомство в официальных случаях. Добрый день. Здравствуйте. Как я могу к вам обращаться? Моё имя Мария. А вас как зовут? Можете назвать меня Ирина Сергеевна. Приятно познакомиться. Мне тоже. Спасибо. Теперь посмотрим, например, в неформальной обстановке. Привет. Привет. Как дела? Хорошо, спасибо. А ты как? Да тоже неплохо. Как твое имя? Маша. А тебя как зовут? Ира. Супер, приятно познакомиться. Мне тоже. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайк. Я желаю вам всего самого наилучшего, как обычно. Хорошей вам недели. Пожалуйста, хорошего вам настроения и всего самого наилучшего. Спасибо и до свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...